Совместными усилиями, помогая одному человеку, мы помогаем многим людям. Когда начался карантин, они-то до карантина у нас закрылись. Мы не могли туда разместить тех граждан, которые именно во время карантина подверглись семейному насилию. Временные безопасные места, они создаются для того, чтобы мобильные группы, они перевозили женщин и детей, которые нуждаются во временном жилье. Они получают юридическую помощь, они получают психологическую помощь. Там у них продукты питания, все медикаменты, которые необходимы. Также есть все условия для детей, чтобы они могли заниматься уроками и для того, чтобы мама могла полноценно воспитывать детей в данное время. На самом деле, за этими цифрами стоят очень много истории. Истории судьб людей, которые нуждаются в помощи. Это не одна женщина, это также дети. Это целая семья, это целое поколение, это целая нация. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...